Всем привет, это Мишаманы, в сегодняшнем видео я бы хотел поговорить о нескольких вещах, а именно о тизере новой лиги 3.21, а также бетке Diablo 4, которые выходят уже довольно скоро, но обо всем по порядку. Для начала, буквально последние несколько часов выкатили в ГГ новый пост с коротким видеотизером, в котором показаны основное, что там есть, это информация о названии новой лиги, ну и какие-то тематические нарезочки, так сказать. И можно его глянуть быстренько и посмотреть, что здесь вообще происходит. В общем, новая лига называется Crucible, оно же Горн или Тигель, или еще как-то, я не знаю, как они его переведут на этот раз, даже смотреть не собираюсь, но в общем, это новая лига 3.21. называется Crucible, и выйдет она 7 апреля, а анонс лиги полноценный будет 30 марта, то есть фактически через пару недель. Посмотрим, в этот раз в ГГ анонсировали, что не будет никаких манифестов, скорее всего будет довольно много баланс изменений просто непосредственно скиллов, видимо как-то каких-то глобальных переработок механик не ожидается, по крайней мере то, что на данный момент известно. Сам тизер выглядит забавно, как будто бы тут, не знаю, какая-то наковальня, что-то перековывать, не знаю, уникальные предметы перековывать, может быть это какой-то новый босс, потому что напоминает немного Китао, как он вылупляется в пятом акте. Что это вообще за мужик, вообще непонятно, в общем, будем посмотреть, но тизеры к новым лигам никогда не были какими-то супер информативными, возможно, на реддите уже есть какие-нибудь гении, которые нашли какой-нибудь единственный кадр с какой-то пасхалкой, но я, если честно, не смотрел. В общем, ближе к анонсу будет новая инфа, разберемся, увидим, узнаем. Ну так вот, а что касательно второй части надвигающихся новостей, это, конечно же, Diablo 4, которая довольно скоро выйдет, насколько я понимаю, она выходит плюс-минус прям перед началом новой лиги в Пое, или что-то вроде того, или относительно параллельно. Скоро будет бетка, в общем-то, сегодня уже 17-го числа будет первый этап закрытой беты для тех, кто оформил или оформит ранний доступ. Я собираюсь купить себе ранний доступ, причем вот это на самом деле противный момент, я не знаю, с самого начала, то есть у меня изначально очень скептическое отношение к Diablo 4, просто основываясь на том, какие релизы, какое вообще отношение к игрокам и так далее, и так далее, было со стороны Activision Blizzard. На мой взгляд, это далеко, далеко, очень далеко не та компания, которая была 15 лет назад и радовала нас хорошими играми. Ну и сейчас же, особенно с выходом Diablo Immortal, это выглядит компания, которая делает качественный продукт, но при этом они очень жадные, но просто нереальные. И с самого начала, еще даже игра не вышла, это уже заметно, потому что для того, чтобы... Ну вот есть несколько вариантов, выберите издание по душе, пишут они, вот, и предлагают нам три варианта, соответственно, за 70, 90 и за 100, по-моему, баксов. Тут уже на свою валюту переводите сами. И так вот, значит, казалось бы, ну хорошо, я хочу поиграть в ранний доступ, там все такое, и я беру стандарт эдишн за 70 баксов, но... Потом ты смотришь, что дает Deluxe Edition, и тут говорится, ну тут все то же самое, как бы немножко тургивнешки, и... Четыре дня раннего доступа к Diablo 4. И ты понимаешь, что нет, ранний доступ стоит не 70 баксов, а 90, просто. Ну потому что, я не знаю, если ты действительно, ну вот, особенно если ты стримишь игру, да, если ты контент-креатор или еще что-то, или просто хочешь поиграть с друзьями в момент выхода игры, потому что основной хайп будет не в момент реального релиза, а за четыре дня до него, потому что все, кто хочет очень поиграть в эту игру, они будут покупать, ну и будут вынуждены покупать вот этот Deluxe Edition, который стоит ощутимо дороже, чем стандартный эдишн. И это полный отстой, ну то есть, я не знаю, фактически они тебе говорят, что сколько бы игра не стоила, если ты хочешь поиграть в нее на старте, а все хотят играть в игры на старте, потому что какой смысл? Тебе со всех новостных каналов везде говорят, йоу, новая игра выходит, заходи, ты заходишь на Twitch, ты заходишь на YouTube, там все играют, блин, прикольно, я тоже хочу поиграть в эту игру, здорово же. А потом ты заходишь и смотришь, ну, чтобы поиграть в нее сейчас, ты должен заплатить в полтора, там, два, пять, десять раз больше, потому что мы жадная компания, и мы хотим выхочеть из тебя все деньги, потому что мы знаем, что у тебя есть деньги, ну давай, давай, давай сюда, вот, выкладывай. Вот, короче, не знаю, если бы я не стримил, я бы никогда не оформлял ранний доступ в виде этого, но я буду покупать вот этот Digital Deluxe Edition исключительно ради того, чтобы поиграть в игру на стриме в первую очередь, и чтобы тем людям, кто смотрит меня, можно было бы, ну, какие-то впечатления получить от игры на старте, и уже сделал для себя вывод, хотят они тратить дополнительные деньги или нет, стоит это того или не стоит. В общем, не знаю, я говорю, лично я очень скептически настроен, я начал сегодня с утра какие-то там гуглить вещи, связанные с тем, что известно по Diablo 4, большая часть инфы довольно скудная, то есть никаких там больших протечек, так сказать, сливов не наблюдается, есть информация какая-то о классах, есть информация о базах вещах, геймплея довольно мало показано, ну, посмотрим. В общем, я не думаю, что я буду прям сидеть и все это заучивать наизусть, уже на старте бетки посмотрим, и уже сделаем какие-то первые выводы. Лично у меня впечатление, ощущение такое, что в Diablo 4 будет довольно приятная сюжетка, довольно качественная картинка, довольно приятный геймплей и все такое, но я не думаю, что игра затянет прям надолго большое количество людей, вот. Так что, не знаю, лично я не советую тратить деньги на предварительные вот это вот 4 дня раннего доступа или еще что-то, если вы не уверены, что вы точно будете все это время играть. Потому что, как бы, 4 дня раннего доступа, это, с одной стороны, огромное преимущество, если вы хотите, там, играть с друзьями, там, как можно быстрее добираться до гейма и прочего, если вы просто хотите посмотреть, там, потыкать кнопки, а потом через день удалить игру, то я думаю, что для большинства людей это того не стоит, вот. В общем, посмотрим, заходите на прямую трансляцию Twitch, собственно, вечером подрублю, до вечера, ну, не знаю, я не думаю, что я смогу включить стрим раньше 4 часов дня, потому что у меня веселое веселье на работе на заводе, кто в Телеграме сидит, кстати, ссылка на Телеграм есть, знает, что там я звуковых записываю время от времени, вот, со всякими забавными моментами из жизни, так сказать. В общем, да, до вечера, буду рад вас видеть, это был Мишаван, до скорых встреч, отдельное спасибо тем, кто подписывается и поддерживает на Бусте, пока.